Всем привет! Вы смотрите интернет-обзор на ТВК. Прямо сейчас о том, что лайкают, репостят, а главное, комментируют в соцсетях. Поехали! Самая обсуждаемая тема последних дней – это, конечно же, волнение в Беларуси. Протесты там не утихают уже вторую неделю, и соцсетям тоже есть что сказать. Правда, высказывают они свою позицию по-своему – мемами. Под мемный прицел попало выступление Лукашенко перед своими сторонниками на митинге в поддержку действующей власти, который прошел 16 августа. Во время выступления Лукашенко призвал беларусов остановиться, чтобы не «убивать свое будущее и будущее своих детей». К его выступлению добавили кадр с Виктором Януковичем, который во время Евромандана произнес почти то же самое. Вот и получился новый мем, а на нарезку принялись накладывать разные биты. Субтитры делал DimaTorzok Остановитесь, 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 остановитесь. 24-часовую версию в студию. Классный рингтон, качну. Огонь, мужик, это хит. Еще одного не хватает. В мемах Лукашенко также сравнивают с главным редактором Дэйли Бьюгл, который был помешан на разоблачении Человека-паука. Лукашенко схватил Человека-паука. Видели сходство из главой полиции из фильма «Такси». Эмилиен, по машинам, вас понял. Не отходя далеко от темы, диджитал-художник из Петербурга Александр Иванов показал, как для него выглядит ситуация в Белоруссии. Интересно, необычно, но понятно всем. Вы не волнулись, я вас успевать. Да вы что, это не у моих. Человеки! 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 Видео было создано при помощи графики, но многие пользователи соцсети приняли это за реальную прошедшую акцию в Минске. Вы, конечно, круто сделали, но я устала объяснять, что это графика, а не купленные Западом дорогие игрушки. Это гениально. Какие-то странные покеболы. Прикольно получилось. На остальных пабликах народ ведется и думает, что это правда. Я из тех людей, кто первые 10 секунд думали, что это реальность. Браво! Я тоже сначала повелся. Думал, реально акция такая была. Спасибо, это прекрасно. В Екатеринбурге тоже искусством занимаются. Там создали арт-объект из обычного фонаря. Теперь это гордый фонарь. Один выпрямленный фонарь среди десятка обычных. Художники команды «Спектр» вместе с сотрудниками горсвета выпрямили металлическую конструкцию, чтобы создать символ смелости и стойкости человека. Ровно столько, сколько существует человечество, находятся те, кто бросает вызов своему времени. Говорят свое «да» против миллионов «нет». Доказывают, что Земля круглая и все люди на ней равны. И когда человечество столкнулось с общей бедой, они не сгибаются под тяжестью обстоятельств. Мощно. А первая мысль у меня – гордый, бесполезный. Потому что пользы в освещении пустого, неиспользуемого пространства совершенно нет, в отличие от тех, что освещают дорогу. Арт-объект проспонсирован обществом «Выприми спину». «Выприми спину» – уже даже фонарь уличный выпрямился, а ты все так же собака сутулая. Слава несгибаемой воле, слава несущим свет ввысь. В Екатеринбурге все время что-нибудь прикольное. Азовское море тоже не иначе, как арт-объектом, сейчас не назовешь. Правда, создан он не руками человека, а природой. Побережье Азовского моря заполонили медузы, вытеснив даже отдыхающих. В некоторых местах вода стала больше похожа на полупрозрачное желе или кисель. Вот, например, кадры из Бердянска. Вот медузки. Где медузы? Не вижу ни одной. Это просто капец. Да, какой-то прям медузный остров. Обалдеть. Киселище. Обалдеть. Причиной такого нашествия стала теплая погода. Традиционно медузы появляются в Азовском море в конце августа или начале сентября. Но в этом году их оказалось у побережья очень много. Смертельные опасности медузы не несут, но могут сильно ужалить. Отдыхающих в Бердянске в этом году все равно больше. Не все ожидали такого. Господь увидел, во что превратили Бердянске, наслал медузный апокалипсис. Для начала. И где этот спанчбоб со своим умственно отсталым другом, когда надо ловить медуз? Они бунтуют и требуют отставки Посейдона, но акулы их разгоняют. О да, в этом году как никогда их много мигрировал на Азовское побережье. Очень противно купаться. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Видимо, так же решил глава Роснефти Игорь Сечин и вручил Владимиру Путину бутылку с нефтью. На рабочей встрече в Кремле глава нефтяной компании упомянул об успешной реализации нового проекта «Восток-Ойл» и в подтверждении своих слов преподнес главе государства подарок – стеклянную бутылку первой нефти, добытой на западноиркинском месторождении в Красноярском крае. Конечно, пить из такой бутылки нельзя, но соцсети не могли не пошутить по этому поводу. И снова новости о пришельцах. Российский космонавт СМКС заснял загадочные объекты в космосе. Сначала они плавно и синхронно перемещаются, а затем исчезают. Как тебе такое, Илон Маск? Изначально космонавт Иван Вагнер хотел снять полярное сияние, но объектив камеры зафиксировал совсем другое. Он доложил о случае руководству Роскосмоса, материалы видеосъемки были переданы для анализа ученым. Некоторые эксперты предполагают, что неопознанными объектами могли быть спутники Старлинк и Илона Маска. 2020-й, я тебя обожаю, ты не скучный, давай еще нашествие инопланетян до кучи. Очередной фейк от Роскосмоса. Кто знает, порой за кучей обыденных фейков скрывается невероятная правда, в которую мы уже не верим. У Рея Брэдбери в цикле «Марсианские хроники» было что-то подобное про галлюцинацию, когда землян, приземлившимся на Марс, все посчитали фейком. На этом все. Вы смотрели интернет-обзор. Больше новостей учите на сайте tvk6.ru и помните, лучше дома с ТВК.